Всем привет! Очередной выпуск новостей от Прян вашему вниманию. Сегодня говорим о Европе. Погрузимся в статистику с Кипра и из Германии, а также посмотрим, какие иммиграционные программы Старого Света сейчас реально открыты для россиян. Начнем, как я уже сказал, с Кипра. В 2023 году квартиры на острове подорожали на 8,8%. Их аренда более чем на 11. Это цифры от компании Esquire. Показатели по домам скромнее, хотя тоже неплохие. 3,8% соответственно. Не менее важно, что спрос на аренду и краткосрочную, и долгосрочную в прошлом году рос. И сразу активизировались собственники. Сейчас на Кипре в краткосрок сдается уже более 15 тысяч объектов, причем это число растет. В курортном Лимассоле предложение увеличилось на 17%, а скажем, в удаленной от моря Никосии на четверть. Можно ли считать такие цифры руководством к действию для инвесторов? Я считаю, что рынок недвижимости на Кипре до сих пор очень активный. Опять-таки хочу подтвердить, что, конечно же, рынок меняется. Но если вы чистый инвестор, который заинтересован либо в арендном доходе, либо в росте стоимости недвижимости, при правильном выборе локации, региона и недвижимости, эти инвестиции точно будут иметь смысл. Конечно же, ставки могут меняться, но очень важно, что сейчас на Кипре достаточно большое количество людей, которые уже живут здесь постоянно, постоянно ищут хорошие варианты для аренды, поэтому я считаю, что аренда будет продолжать приносить хороший стабильный доход. Статистика по недвижимости, если это не прогнозы, а цифры за уже прошедший период, несет в себе известное противоречие. Допустим, цены или число сделок растут, вроде бы неплохо. Но если ты потенциальный инвестор, не означает ли это, что со своими вложениями ты уже опоздал? И наоборот, если фиксируется падение, не является ли это сигналом типа «налетай, подешевела»? Риски, когда мы говорим об инвестициях на Кипре, они понятны. Рынок завязан на иностранный спрос, как туристический, так и релокационный. А ну как он схлопнется? Будет ли интерес со стороны новых покупателей и арендаторов, скажем, в 2024 году? Тут надо сказать, что власти Кипра прекрасно понимают важность сектора недвижимости и как могут борются за свои иммиграционные программы. То есть они реально их сохраняют, реально, в общем-то, и не очень усложняя. А спрос в последние два года рос, во многом из-за мировых конфликтов. Они-то, к сожалению, не заканчиваются. Но очевидно, что часть желающих свои задачи уже решила. Поэтому все идет к тому, что 2024 год на рынке недвижимости Кипра будет существенно менее активным, чем, скажем, 2023. Это успокоит цены, успокоит ставки аренды. Ну, для переезжающих даже и неплохо. А вот рынок недвижимости Германии формально чувствует себя напротив. Неважно. Некоторые аналитики называют происходящим просто худшим кризисом десятилетия. Ну, я бы столь эмоциональных оценок не давал, хотя цифры, безусловно, говорят о падении спроса. И причина-то, в общем, понятна. Процентные ставки, от которых немцы отвыкли под 4-5%, покупать мало кто хочет. И вот в банке БНП «Парибас», например, насчитали 60% снижение инвестиций в крупные портфели жилья. А в банковской ассоциации ВДП зафиксировали заметное падение цен на коммерческую недвижимость. Собственно, это все началось еще в разгар ковида, то есть в 2021-2022 году. Но тогда снижение было символическим около процента. А сейчас показатель в годовом исчислении к концу прошлого года составил аж 12%. Впрочем, коммерческая недвижимость – это понятие очень широкое. Более всего под ударом оказалась офисная недвижимость. Страдания в этом сегменте начались еще в пандемию. Причина слабого спроса и снижения цен – она в том, что до сих пор люди возвращаются на рабочие места крайне неохотно. Ну а, например, сегмент ритейла чувствует себя более уверенно, хотя и здесь цены снизились. В своих прогнозах эксперты в ВДП не ждут разворота в 2024 году. И это может свидетельствовать как раз в пользу потенциальных инвесторов. Предположу, что в статистике подробно не указано, что продуктовый ритейл просел существенно меньше, нежели непродуктовый. Это очень важное различие. Значит, инвесторов это в принципе не затронуло, потому что инвестиции в коммерческую недвижимость предполагали под собой долгосрочные инвестиции. Договора аренды шли сроком от 10 лет, поэтому инвестор, как получал в 2022 году свою арендную плату, например, 10 тысяч евро в месяц, также он получал ее в конце 2023 года, также получит ее в конце 2024 года. Поэтому, в принципе, доходность объекта не изменилась. Статистика продажная, то есть статистика цен на объекты, она скорее затрагивает девелоперов, которые должны на сегодняшний день довольствоваться более скромными маржами, потому что из-за того, что упала стоимость продажных объектов, они просто стали меньше зарабатывать, потому что себестоимость сохранилась. Ну и, соответственно, если сравнивать рынок жилой и коммерческой недвижимости, то коммерция просела порядка 10%, за тот же период жилая просела по ощущению процентов на 15%. Ну а Европа все равно привлекательна. Статистика Прян подтверждает стабильный, даже растущий интерес к европейской недвижимости, причем не только у россиян. Сейчас он в большей степени сопряжен с желанием получить иммиграционный статус. Вокруг иммиграционных возможностей сейчас, конечно, много шума, это естественно. Вопрос переезда, он сам по себе нервный. А тут еще на фоне мировых катаклизмов. Любая новость формата «можно-нельзя» перепечатывается, переиначивается и превращается в море эмоций, за которыми очень трудно разглядеть реальные факты. Но что происходит на самом деле? Смотрите, из инвестиционно-иммиграционных программ с россиянами по-прежнему работают четыре. Испанская, с некоторыми оговорками португальская, ну, разумеется, кипрская, о которой мы говорили, и греческая. Пусть под нее нужно иметь еще один паспорт. Программы по финансовой независимости. Италия, Франция, Испания и даже Люксембург. Плюс программы для квалифицированных работников и цифровых кочевников. Опять-таки, Испания, опять-таки, Португалия, а еще Греция и даже Финляндия. Вот таких как раз вариантов очень много. И поэтому я приглашаю всех, кто не смог поучаствовать в нашем вебинаре с компанией Intermark Global, посмотрите его. Там ответы на многие вопросы. Ссылка в описании к нашему сюжету. Ну, а я на этом прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, всем мира и безопасности. До встречи. Продолжение следует...